Городские парки начали благоустраивать в Барнауле. В этом году на обустройство только трех из них выделены беспрецедентные средства – больше 350 миллионов рублей. Насколько серьезные преобразования ждут парки? Можно ли их назвать настоящей трансформацией пространства? И почему вдруг такое внимание именно зеленой инфраструктуре города? Спросим у заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Здравствуйте, Антон Андреевич. Здравствуйте. Ну вот такое преображение на треть миллиарда рублей. Такие деньги на благоустройство зеленых зон наверняка прежде не выделялись. Из каких источников они и на какие конкретно парки пойдут? Действительно у нас рекордные цифры по финансированию в этом году, ну и по объемам благоустроительных работ. Потому что три парка городских, одни из самых крупных в городе – это Изумрудный парк, парк Центральный и парк Юбилейный. Мы имеем три уровня источника бюджета и как раз возможность участия в федеральном проекте формирования комфортной городской среды позволило вот так масштабно и комплексно подходить к благоустройству этих территорий. В этом году из этих 350 миллионов, наверное, такая весомая доля – это средства бюджета Алтайского края. И по решению губернатора Виктора Петровича Томенко эти деньги выделены именно на Барнолу для того, чтобы столица Алтайского края в зеленых зонах преображалась все больше и больше с каждым годом. – Вложения действительно серьезные, значит, преобразований стоит ждать больших. Но вот расскажите об основных масштабах и об основных видах работы. – Ну, начнем с Изумрудного. Парк этот идет у нас уже вне программы федеральной и здесь софинансирование местного и краевого бюджета. – В этом году четвертый этап уже. Я думаю, многие-многие барнаульцы уже совсем по-другому и с любовью относятся к тому парку, который, по сути, уже на сегодняшний день практически вырисовался. – В этом году запланированы работы по полное переустройство ограждения парка со стороны Комсомольского, с его центральной фасадной части. – Будут достроены пешеходные связи внутри парка, Томский тракт и малоархитированные формы в виде такого капитального строения, как амфитеатр, будут смонтированы. – Вот эти работы уже ведутся, начались. Порядка 117 миллионов рублей на них направлено. – Мы ожидаем, что до сентября месяца они завершатся. И уже практически в завершенном этапе барнаульцы смогут посещать парк, пользоваться теми территориями, пространствами, которые там сформированы. – Останутся на следующий год незначительные работы. Они связаны в большей степени с строительством дополнительных зон, тихих зон для игры в шахмат и других тематических. – Что касается двух парков, которые у нас непосредственно в федеральном проекте участвуют, юбилейный второй этап в этом году барнаульцы активно голосовали и определились с теми работами, которые мы на этом этапе выполнили. – Наверное, ключевой объект – это будет строительство велобеговой дорожки, самой протяженной в городе, 3-6 километров. В целом она будет практически полностью опоясывать парк. – И мы на сегодня уже видим, как активно барнаульцы пользуются парком, посещают. Есть даже конфликтные некоторые точки среди… – Обсуждают их, да. – Да, тихо отдыхающими жителями. – И активно отдыхающими. – И активно отдыхающими. – Поэтому строительство велобеговой дорожки – это в целом тоже решение для разведения этих конфликтных точек. Ну и парк Центрального района, строительство наших парк, здесь концептуально, в принципе, ничего не изменится и не должно поменяться, но он приобретет новый современный вид. Ну, наверное, один из ключевых объектов – это ремонт фонтана, его благоустройство, видоизменения, будет современный светодинамический фонтан. Пешеходные связи, которые существуют, будут благоустроены, восстановлены, где-то заменено на плиточное покрытие. Под покрытием и под территорию, где мы в зимнее время используем как каток, будет асфальтовое покрытие. Ну и, конечно, это малая архитектурная форма, появятся качели с подсветкой для, не только для ребятишек, но и для взрослого населения. Детские площадки, модульный туалет и в рамках безопасности, то есть это архитектурное освещение и камеры видеонаблюдения. Ну вот в Центральном парке, я сама недавно была, лично лицезрела в масштабе работы, и действительно их очень много, они такие серьезные. И в том числе я заметила, что там и коммуникации меняются, да? Наверное, большая часть, ну такая весомая часть средств, это вот в том числе замена коммуникации, да? По коммуникации, ну не скажу, что это самая, наверное, большая сумма. Все-таки покрытие тянут за собой, именно там плиточное, асфальтовое покрытие, наверное, основную долю. Но освещение играет финансово емкую тоже роль, поэтому здесь, ну в комплексе, всего по чуть-чуть. Ты вроде удивляешься, почему такая цифра сформировалась, да, мы получили, прошли экспертизу. Смотришь, здесь 10 миллионов, здесь 10 миллионов, там, малой архитектурной формы, там, 10 миллионов. И в совокупности получается комплексная вот такая стоимость. Поэтому где-то в каждой доле на разные виды работ примерно стоимость распределилась. Ну понятно, что вот такая основательная, комплексная реконструкция, она найдет внешнее отражение. Это безусловно. Но вот с точки зрения концепции пространства, какой парк какому содержанию будет отвечать? Мы, вот то, что касается Измрудного, там концепция понятна, да. С самого начала, когда формировалась общая концепция и проект этого парка, активно проводились различные сессии по принятию решения, что это будет за парк. Это спокойное место отдыха или это комбинированный парк со спортивными элементами, элементами отдыха, проведения культурно-массовых мероприятий. Поэтому по Измрудному, в принципе, все понятно. Вот сейчас его черты вырисовались и действительно это что-то в таком внутригородской черты парк, комбинированный, где различные степени активности любого возраста посетитель может найти для себя. Как семьи, так молодежь и люди пожилого возраста могут приходить. Парк юбилейный. Мы здесь тоже достаточно тесно взаимодействовали с активом парка. У нас такая общность образовалась вокруг возрождения этого парка. И, по сути, это как раз участие в федеральном проекте, голосование позволило вдохнуть новую жизнь в эту территорию. И здесь, по сути, парк по функционалу в большей степени это природная территория. Но надо сказать, что его размеры, самый большой в городе, более 57 гектар, площадь просто несоизмеримая ни с кем другим. То есть если Изумрудный у нас 17 с лишним гектар, то здесь, понимаете, в три раза больше парк юбилейный. Поэтому здесь как раз идет голосование на сегодня за то, каким следующий этап благоустройство будет. И пока лидирует тот этап, который помещает в себя и детские площадки, площадки для активности молодежи, в том числе площадки для выгула собак, площадки для каких-то спортивных активностей. Поэтому здесь, в принципе, в целом концепция парка юбилейного, она такая в виде представлена как все-таки природного парка, но который в себя в том числе включает и различного рода активных зон. Что можете сказать про центральный? Парк центрального района в целом, концепция его не поменялась, потому что, в принципе, здесь и сама территория, и само наполнение парка уже сформировано давным-давно. Сохранятся различные развлекательные сооружения, карусели для детей или ребятишек. Они достаточно популярны на самом деле для жителей, для родителей, имеющих ребятишек малого возраста. Ну и те территории, которые там есть, мы приведем в порядок. Ну вот сейчас с вами, разговаривая о концепции, о содержании парков, приходишь к мысли о том, к выводу о том, что это действительно не просто благоустройство, а трансформация наших зеленых зон. Вот как вы считаете, мы можем так сказать? Безусловно. Ну, в первую очередь, наверное, самый яркий пример на сегодня – это парк Изумрудный. Но я думаю, что по завершению работ и этапов парка Юбилейного он будет, примером, еще ярче, с 90-х годов совсем заброшен. Да, Изумрудный как-никак все-таки эксплуатировался, там был собственник с разной историей, и все-таки там в каком-то виде поддерживался. То парк Юбилейный, он, по сути, был заброшенный на протяжении 20 лет. И вот его новая жизнь, новая история, я думаю, это, наверное, самое такое для города будет масштабный и яркий пример возрождения. А как вы считаете, вот такие серьезные вложения, они вообще рациональны, оправданы? Ну, то есть мы понимаем, что все люди ждут, горожане с нетерпением этих зеленых зон. Но я уверена, как всегда, найдутся какие-нибудь люди, которые там смотрят и думают, вот сейчас, слушая наш разговор, что у нас более насущных нет проблем, да, куда можно направить деньги. И потом, ну, если говорить об инвестициях, они тут, наверное, тоже в таком не совсем чистом виде представлены. Что мы можем сказать людям в ответ на такие возражения? Вы знаете, когда, ну, в свое время в рамках туристического кластера формировалась у нас центральная зона, да, например, пешеходная зона полиции Молотобольск, и столько негатива было впоследствии, что это пустующая, никому не интересная территория. И на сегодня мы видим, что и в зимнее время она активно используется. В летнее время там действительно это территория, которая востребована. То, что касается парка юбилейного, первый этап благоустройства, первые вложения уже, по сути, отразили и отбили эти вложения с точки зрения вот наполненности парка и востребованности ее со стороны жителей. Там выходной день прийти, там толпы народу гуляют. Когда мы завершим этот проект в целом, потребуется несколько лет, я думаю, у любого спроси, все скажут, что это правильное дело, нужное. Ну и как рассуждать о том, можно потратить сюда или сюда? Есть федеральные проекты, у нас есть возможность за то, чтобы в рамках этого федерального проекта благоустроить город. Есть иные федеральные проекты и федеральные средства, которые направлены на медицину, здравоохранение, например, на те же ремонты и строительство дорог. Наша задача хвататься за каждую возможность, чтобы город улучшать, с каждым годом благоустраивать во всех направлениях. Есть возможность благоустраивать в рамках федеральной программы, когда бы мы нашли в местных бюджетах уровня такие средства. Поэтому, безусловно, средства оправданы и главное, чтобы они именно реализовывались с учетом мнения населения, активности жителей, для того, чтобы меньше было конфликтных каких-то зон. Ну и потом, наверное, с точки зрения инвестиций, чем город уютнее, зеленее, тем больше и к нам будут стремиться, и инвесторов, и других людей переезжать. На самом деле, это опыт всех передовых городов. Прямо сложно привязать, знаете, привязку. Вот я сделал парк юбилейного, и у меня миграция населения в Барново увеличилась. Ну, можно об этом рассуждать и думать, так это или нет, но в целом, концептуально, это так. То есть там, где комфортнее, туда и стремится человек. Кто-то будет контролировать ход работы и как-то к этому вопросу общественность подключена? Знаете, у нас контроль уже наряду лет. Он достаточно неплохо организован, и он разноуровневый. Помимо того, что есть обязательный контроль со стороны заказчика комитета по благоустройству, есть отдельный договор на строительный контроль со стороны иной организации квалифицированной, которая также осуществляет, принимает участие во всех этапах. Ну и общественность, то есть наши активисты, они всегда с нами рядом, любые выезды, которые любые решения каких-то, ну, таких бытовых оперативных вопросов, они принимают в этом участие активное. Поэтому здесь, ну, сложилась хорошая практика. И мы эту практику, наверное, начинали с Мизюлинской рощи, да, когда стартовал благоустройство, проект, и от недоинформированности где-то больше население с негативом восприняло, и когда получилось организовать какую-то общность, в принципе, на ура прошли все работы. Поэтому здесь участие жителей, оно обязательно и только приветствуется. А вот после масштабных работ поддерживать состояние кто-то будет, чтобы оно вот не получилось таким благоустройством одноразовым, скажем? Это самая актуальная тема. То есть мы для себя приняли такое решение, и на сегодня это так. Каждый благоустроенный объект передается на содержание специализированной организации. В данном случае это бюджетное учреждение, благоустройство и зеленение. Выделяются дополнительные средства из бюджета для того, чтобы в зимнее время оно убиралось, в летнее время подметался, убирался мусор. Также ввелся контроль за техническим состоянием, там, лавочек, урн, там, освещение. Поэтому в обязательном порядке территории передаются на содержание. Ну вот если говорить о трех парках, то когда они предстанут уже во всей своей красе? И какой бы из них вы назвали ключевым, самым ухоженным и самой, что ни на есть, точкой притяжения горожан? То, что касается изумрудного. Ну, я думаю, в первом сентября уже все наши на этом этапе запланированные работы будут выполнены. По парку юбилейному здесь работы будут вплоть до начала зимнего сезона. То есть это до ноября месяца. Ну, работы достаточно капиталоемкие, потому что действительно там 3,6 километра велобеговой дорожки. Кажется, что, ну что это, построил там, прокинул по ребрике, положил асфальт. Однако парк же запущенный, заросший, и там достаточно большой объем сноса порослей, выравнивания территории. Поэтому здесь, я думаю, что работы будут вестись вплоть до ноября месяца. И парк центрального района тоже предполагаем, что октябрь месяц будет завершающий с точки зрения производства работы. Но ответить на вопрос, какой наиболее ухоженный, сложенный, наверное, и будет несправедливый по отношению к каким-либо паркам, можно сказать, что более завершенным, исходя из того, что он уже четвертый год реализуется, будет парк Изумрудный. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня о благоустройстве трех барнаульских парков мы разговаривали с заместителем главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антоном Шеломенцевым. До свидания.